Помните притчу о длинных ложках, когда один человек захотел увидеть рай и ад и получил такую возможность? Когда он попал в ад, он обнаружил накрытые столы и голодных умирающих людей. А все дело в том было, что у ложек были слишком длинные ручки и невозможно было донести пищу до рта. Когда он оказался в раю, то увидел практически то же самое. Те же накрытые столы, те же ложки с длинными ручками, но все были сыты и довольны. А все потому, что люди научились кормить друг друга. Интересно, умеем ли мы думать друг о друге или хотя бы о своих собственных детях? Сегодня поговорим о питании подрастающего поколения. Прямо сейчас в эфире Бумеранга. Добрый вечер, в эфире Бумеранг. И сегодня мы говорим о питании в образовательных учреждениях, а именно в школах и детских садах. Завтрак и обед в школе плюс полдник и ужин в детском саду. Большая часть дня ребенка проходит вне дома. И для каждого ответственного родителя важно, отправив ребенка в учебное заведение, быть уверенным в том, что он получит пищу не только духовную. О системе обеспечения школьников и дошколя от питания мы сегодня и поговорим. Поможет нам в этом разобраться Наталья Владимировна, Наталья Сергеевна Скопко, извините, пожалуйста. Это специалист управления образованием администрации местного самоуправления города Владикавказа. Наталья, я предлагаю нам посмотреть сюжет, который подготовил наш журналист. Давайте посмотрим. Школа – это не только уроки и знания, но еще и столовая. Здесь дети могут подкрепиться между занятиями и просто перевести дух. Найти школьную столовую несложно. Можно ориентироваться на аппетитный запах или веселый звук ложек. Малыши из продленки школы номер 36 с нетерпением ждут обед. Сегодня это борщ, гречка с жареной курицей с свекольным салатом, на десерт апельсин и компот. Дневной рацион в 36-й школе обеспечивает Владикавказский комбинат школьного питания, работой которого в школе довольны. Говорят, что не всегда дома дети получают настолько сбалансированное и разнообразное меню. Едят дети с большим удовольствием, потому что это питательно, полезно и вкусно. Они всегда умам хватают времени, чтобы приготовить полноценный тот же обед, потому что, находясь на работе, времени на это нет. А здесь уже ребенок может пообедать, и спокойно родители за него не переживают, что у него нарушен режим дня, и он получил полноценное именно питание, то, что нужно. А не так, что прибежал, купил то, что не полезно, а именно получил первое, второе блюдо. В школе действует 10-дневный режим питания. Меню составляется на 10 дней, и блюда в нем не повторяются. Строгий контроль ведется не только за качеством блюд, но и за объемом порций. Вот каждый день мы выставляем контрольные блюда по норме, вес сколько, норма. Вот это все время утром у нас, что бывает, выставляем и в обед. Стучат ложками преимущественно ученики младших классов. Старшие школьники предпочитают питаться в сухомятку – булочки, пирожки, пицца. Конечно, это не так полезно, как комплексный обед, но тут сотрудники столовой бессильны. Приучать к правильному выбору пищи должны дома. В детском саду номер 83 сегодня на ужин картофельное пюре и рыбные котлеты. Малыши уплетают свой ужин за обе щеки. В саду готовят штатные повара. Система питания 10-дневная, а значит, блюда также не повторяются. В рацион обязательно ежедневно, включая мясные блюда, два раза в неделю у нас бывает рыба, ежедневно бывают фрукты и молочные продукты. Пять раз в день у нас идет по меню. Меню вывешиваем в коридоре для всеобщего обозрения для родителей. Продукты на кухню поставляют тот же комбинат школьного питания. Все свежее и сертифицировано. В этом холодильнике хранятся суточные пробы еды. Каждое блюдо, приготовленное и поданное детям на стол, сохраняется здесь в течение двух дней, и чтобы в случае возникновения вопросов можно было отправить на экспертизу. В таком важном вопросе, как детское питание, все должно быть точно, как в аптеке. Когда соблюдаются все ГОСТы и вдобавок ко всему с душой, это всегда чувствуется и вызывает благодарность. Спасибо! Ольга Абаева, Игорь Войцеховский, телекомпания «Осетия и Ристон». Итак, мы посмотрели сюжет. Хотелось бы, чтобы мы более детально вникли именно в тему обеспечения питанием детских садов. Каким образом это работает? Какие организации в этом задействованы? Хотелось бы, чтобы вы нам разъяснили. Питание детей в организациях подведомственных управлений образования осуществляется в первую очередь за счет средств муниципального бюджета. Согласно программе, которая называется «Развитие образования города Владикавказа на период 2017-2020 год». То есть это программа, принятая постановлением ММС, и средства, которые выделяются из бюджета, идут на питание. Но я бы еще хотела сказать, что благодаря этой же программе у нас в целях обеспечения межсоциальной поддержки 50%… вернее, многодетные семьи получают… 50% оплачивают за детский сад. И есть те категории граждан, которые являются дети-инвалиды, дети-сироты, дети с туберкулезной интоксикацией. Если один из родителей является первой или второй группой инвалидности, то они полностью освобождены от оплаты. То есть не все дети, которые посещают детский сад, оплачивают за питание. Есть категория граждан, которых у нас более 5000, они освобождены. Поставщиками питания у нас являются более шести поставщиков, которые поставляют продукты питания в дошкольные образовательные учреждения. Хотелось бы понять, каким образом осуществляется контроль вот этих организаций, которые поставляют, контроль качества их работы, контроль качества продуктов, из которых готовят… Продукция, которая поступает в образовательные учреждения, она, естественно, же сертифицирована. Без сертификата качества ни один продукт не может поступить в образовательные учреждения. Также в каждом дошкольном образовательном учреждении существует брокеражная комиссия, которая осуществляет и человек ответственный за приемку продуктов питания. То есть ведется брокеражный журнал, в котором записывается продукция, которая поступила в учреждение. И также, когда происходит закладка непосредственно в котел, скажем так, то тоже брокеражная комиссия присутствует при закладке, и когда снимают пробы, то тоже медицинская сестра и представители брокеражной комиссии снимают пробы, прежде чем готовая продукция поступит на стол к детям. Ну вот, насколько мне известно, администрация очень большое внимание уделяет этому вопросу, вот именно питанию. Хотелось бы понять, в него в плату за садик входит, то есть это две разные цифры, две разные суммы оплата за услуги, там, за детский сад и питание. Оно отдельно как-то оплачивает? Нет, у нас оплата вообще за присмотр и уход составляет в городе Владикавказе 1450 рублей. Хочу сказать, что она у нас не самая высокая. В целом, если взять по региону. И сюда, в эту стоимость, входит питание и также хозяйственно-бытовое и гигиеническое обслуживание детей. То есть 1450 не только входит в питание, но и в культурно-гигиенические обслуживания детей. А вот что касается порции, вот был какой-то не так давно случай, когда в социальных сетях выложили фотографии с полдника в одном из детских садов Владикавказа. Да, и вот были какие-то у людей вопросы по поводу объема порции. Вот хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, каким образом определяется объем порции, что будет в нее входить. Есть постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2013 года, которое в народе все называют СанПИН. Там в СанПИНе предусмотрены нормы для каждого возраста детей. То есть для раннего возраста это дети от года до трех лет одни порции идут, а для дошкольного возраста от трех до семи совершенно другие уже идут порции. Поэтому говорить о том, что показали в Инстаграме или в каких-то соцсетях, для этого нужно знать, какого возраста была данная группа детей. То есть насколько я видела, что там было яйцо и горошек, то это, скорее всего, был полдник, но даже не ужин. А на полдник это приемлемо для детского сада. Я не думаю, я не вижу здесь ничего криминального. То есть вообще четырехразовое питание предусмотрено. И оно включает в себя? Оно включает в себя завтрак, обед, полдник и ужин. То есть три раза это горячее питание и на полдник это бывает такой перекус? На полдник может быть сок, может быть булочка, может быть какая-то выпечка, молоко может быть даваться детям или же, как вам показали, яйцо или горошек. А вот к нам обращаются телезрители, они присылают свои СМС-сообщения. И в одном из СМС-сообщений была жалоба на детский сад, который расположен на улице Ленина. Якобы там пару лет назад ребенок оставался голодным. Ну это слова нашего телезрителя, я как бы не могу проверить сейчас это. Вообще каким-то образом контролируется, вот именно в процессе работы как-то отслеживается то или иное детское учреждение? То есть можно ли проконтролировать там вот качество сегодняшнего обеда, вот каким-то образом отследить это? Естественно, я же говорю, вот за качеством продукции, которая поступает на стол непосредственно приготовленной пищи, следит брокеражная комиссия и, естественно, медицинский работник дошкольного учреждения. Плюс, если говорить о том, что ребенок остался голодный, как вы говорите, до 9.00, ну максимум до 9.30 в каждом дошкольном учреждении существуют так называемые аэропортички, где каждая группа, каждый воспитатель записывает, какое количество детей на сегодняшний день пришло в детский сад. То есть согласно вот этим рапортичкам им выдают готовую продукцию. И говорить о том, что ребенок остался голодным, ну это нонсенс. Мы же все мамы, в конце концов, мы все женщины, которые работают в дошкольных учреждениях, такого быть не может, чтобы ребенка оставили голодным. Ну имеется в виду, что качество питания было такое, что ребенок отказывался от еды, вот такой комментарий. Нет, но есть же дети, которые кто-то не любит яйцо, кто-то в яйце желток или белок не любит, или кто-то изюм не любит, такие дети тоже есть. Но с другой точки зрения, когда начинаешь заставлять ребенка кушать, мамы тоже говорят, не надо заставлять моего ребенка кушать, мой ребенок не любит то-то, то-то. А вот я имею в виду, в чем суть моего вопроса в том, что насколько регулярно можно проводить вот такие проверки, вот именно, ну понятно, что вот один раз рассмотрели, составили меню и так далее, а вот насколько систематически это проверяется? Нет, брокеражная комиссия в детском саду работает ежедневно. 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 Это ежедневно. И журналы, они ведут приема сырой продукции и выдача готовой продукции ежедневно. И любой проверяющий орган, который придет, в первую очередь проверять, если питание, то он запросит эти документы. А вот если не дай бог, конечно, что-то случилось, там ребенок отравился именно едой в детском саду. Как дальше работает система? Каким образом? Вот из вашего репортажа было видно, что существуют пробы, суточные пробы, их для этого и оставляют на двое суток, для того, чтобы потом эти пробы отдать в лабораторию и уже действительно подтвердить факт отравления, налицо существует он или нет. Вот составляется меню там с врачами и так далее. Вот хотелось бы понять, какие именно продукты, вот, например, некоторые родители против того, чтобы их дети ели, предположим, сосиски, да? Не все считают, что это полезная пища, и там зависит от качества этой сосиски, где она куплена, из чего она сделана. Вот каким образом, если, допустим, тот или иной ребенок, вот родитель отказывается, чтобы он питался вот этой едой, тогда как действовать в этой ситуации? Я думаю, что в первую очередь каждый родитель должен подойти к руководителю данного учреждения и обратиться к нему, либо в письменном виде, либо в устной форме, о том, что его ребенок вот тут какие-то либо продукты не принимает. Если руководитель образовательного учреждения уже не отреагирует и не примет никаких мер, тогда у него есть возможность у этого родителя обратиться в управление образования. И уже мы будем по факту решать данный вопрос. То есть это касается каких-то медицинских ограничений или всего, в принципе, просто пожеланий тоже касается? Нет. У нас есть 10-дневное меню, которое составляется учреждением и утверждается руководителем учреждения, но оно составляется в соответствии с СанПином. То есть в СанПине предусмотрены сосиски, но только единственное, они должны, естественно, быть сертифицированными. Мы идем в том случае на пожелания родителей, если действительно у ребенка есть какое-то заключение от медработников, если аллергия или ему что-то противопоказано. А в общей практике все дети... Ну вот вообще, если ребенок там отказывается есть, то заставлять не заставишь. Ребенок остается, по сути, действительно... Нет, ну не может быть такого, чтобы ребенок в течение всего дня, из всего того меню, которое ему предлагают в течение дня, чтобы он не покушал ничего, тогда, наверное, надо ребенка везти в врачу и искать причину. Такого быть не может, чтобы дошкольник в течение всего дня, он бегает, прыгает, затрачивает свою энергию и отказался вообще от приема пищи. Вот вы сказали, что количество порций определяется количеством пришедших в детский сад детей. А если, например, ребенок опоздал, родители опоздали, привели позже, завтрака, скажем? Ну я думаю, что если они привели... Во-первых, если родители, зная, что они опоздают в дошкольное образовательное учреждение, то они должны обязательно будут позвонить своему хотя бы воспитателю, его поставить в известность, чтобы та уже... Либо отложила порцию, либо... Нет, не отложила, либо чтобы она его тогда прописала в рапортичке. Если же у нас есть такие дети, которые, к примеру, посещают какие-то дополнительные кружки или, если, не дай бог, ребенок заболел на массаж или еще какие-то процедуры, то пишется заявление на имя руководителя, в котором четко указывается, с какого времени они будут посещать детский сад. И в какие дни они его тоже будут либо пропускать, либо будут опаздывать. То есть руководитель заверяет данное заявление, что он не возражает, и тогда этот ребенок может даже к 11-12 прийти, но он в рапортичке будет указан. То есть об этом, в первую очередь, должна позаботиться мама, ну или кто-то из родителей, чтобы их ребенок не остался голодным в детском саду. Но такого быть не может. Даже если они опоздали, к примеру, забыли позвонить, как вы говорите, во время завтрака, естественно, дополнительная порция продуктов на этого ребенка будет выделена. А вообще сколько дошкольных учреждений подведомственных вам, вот сколько вы курируете? 59 дошкольных учреждений в городе Владикавказе и 8 структурных подразделений, дошкольные группы, это на базе школ. На базе школ. Да. А как быть вот с какими-то частными учреждениями? Там какой-то контроль ведется или это уже их ответственность? Частные детские сады не являются подведомственными учреждениями управления образованием города Владикавказа. Поэтому по поводу частных детских садов я вам ничего не могу ответить. Ну, то есть это уже их ответственность. Это к министеристу образования нужно обращаться. С улицы из-за им подают. Так. Спасибо большое. Хотелось бы, чтобы вы более подробно описали то меню, которое предусмотрено для детских дошкольных учреждений. Вот завтрак включает в себя то-то, 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 обед то-то, то-то. Чтобы люди понимали, возможно, где-то там какие-то нарушения, об этом там, может, вы не узнаете, а люди увидят по телевизору и сообщат. Ну, то, что, к примеру, если я сейчас оглашу вот меню такое-то, такое-то, я вам еще раз говорю, у каждого детского сада меню свое, оно утверждается руководителям самостоятельно. И поэтому единого меню 10-дневного по городу Владикавказу нет. Но есть же обязательные пункты, допустим. А есть именно, да, нормы Сан-Пин, где на завтрак обязательно должно быть горячее, это чай или какао, каша молочная дается детям, бутерброд, хлеб с маслом, сыр допускается. На обед, естественно, должно быть первое блюдо горячим, мясное, если не мясное, то рыбное какое-то блюдо дается, салат обязательно должен быть овощной, ну и компот, либо сок. А на полдник допускается, как я уже и говорила, сок, выпечка какая-то, либо вот как мы увидели, что яйцо или горошек. А на ужин уже бывает тоже горячее блюдо, также может быть там или запеканка, или рагу овощное, и, естественно, молоко горячее, или йогурт пить его позволяется. То есть, чтобы не было разное чтение, и люди не путали, допустим, полдник с ужином или с обедом? Нет. И, во-первых, каждый родитель, заходя в дошкольное образовательное учреждение, это меню может видеть как на информационном стенде, и также это меню должно висеть в каждой группе детского сада. То есть, родитель зашел, и если его интересует то, что его ребенок будет сегодня кушать, он это может увидеть у себя в группе. Спасибо большое. Нам дозвонился телезритель. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Валерия. Мы не слышим, к сожалению, вопрос. Алло. Вы меня слышите? Меня зовут Валерий. Я бы хотел спросить, практикуется ли в детских учреждениях, в школе пища паровая, приготовленная на пару, но не жареная. Как говорят, жареная пища, она очень вредная. Спасибо. И второй вопрос. Могут ли родители, бабушки, дедушки присутствовать, не каждый день, но хотя бы выборочно, во время приема пищи деток, чтобы самим оценить, вкусно ли, из чего готовят и так далее. Спасибо за вопросы. Очень интересные вопросы. Да. Опять же, ссылаясь на СанПИН, в СанПИНе так и есть такая формулировка. Щадящий режим приготовления пищи. То есть жареное категорически запрещено в образовательных учреждениях. То, что касается вашего вопроса по поводу присутствия от кого-то бабушек или дедушек, когда ребенок принимает пищу, нет. Это запрещено. Как вы себе представляете, что вы придете в группу, и есть дети разные, да? И вот, когда видят одного из кого-то из родителей, другие дети, во-первых, могут плакать. Плакать за своих, да? Плакать, особенно когда идет адаптационный период. Во-вторых, для того, чтобы даже запустить одного из родителей на кухню, у вас должна быть санитарная книжка, чтобы иметь допуск прохода на кухню. Спасибо большое. Спасибо вам, что уделили нам время, ответили на наши вопросы очень подробно. Я напомню, что в нашей студии Наталья Сергеевна Скопко, главный специалист управления образования МС Владикавказа. Продолжаем эфир бумеранга. Вкус пирожка из школьной столовой обычно запоминается на всю жизнь. И хорошо бы, чтобы это были приятные воспоминания. Это возможно только в том случае, если пирожок полезный и приготовлен с учетом всех стандартов качества. Как налажена система школьного питания, нам помогут разобраться главный специалист планово-экономического отдела Алина Владимировна Караева и Светлана Владимировна Горшкова, заместитель директора ООО «Ладикавказский комбинат питания». Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам сегодня, чтобы ответить на наши вопросы. В начале лета начала свою работу комиссия, которая занимается вопросами питания. Насколько я помню, рабочая группа по вопросам школьного питания. И был даже приглашен Московский институт отраслевого питания. Хотелось бы понять, каким выводом пришли, уже учебный год в разгаре, можно так сказать. Какие-то изменения наступили с того момента? Тема здорового питания школьников, она была актуальна во все времена. И сегодня тоже. Поэтому в городе Владикавказе на 1.09.2018 года 43 муниципальных общеобразовательных учреждений, где обучается 36 160 детей. Питание детей в общеобразовательных организациях города организовано в соответствии с муниципальной программой развития образования города Владикавказа на 2017-2018 год. Эта программа была принята постановлением АМС города Владикавказа. В начале 2018 года. За счет средств муниципального бюджета АМС города Владикавказа организует бесплатные горячие завтраки и бесплатные горячие обеды для детей из малообеспеченных семей. Эта категория сейчас составляет 1275 детей. Статус малообеспеченной категории подтверждается справками из Министерства труда и социального развития РСО «Алания». То есть граждане для подтверждения данного статуса обращаются в управление социальной защиты населения по месту прописки для подтверждения этого статуса и предоставляют пакет документов. После этого, подтвердив этот статус, все родители должны предоставить справки в общеобразовательной организации города Владикавказа о том, что они являются малообеспеченной категорией. И уже школа сама, образовательная организация в соответствии с законом об образовании решает сама, кто из этой категории малообеспеченных является более нуждающейся. То есть не все получают, только те, кого выбирает сама школа? Сейчас я еще раз повторюсь, что за счет средств администрации города бесплатными горячими завтраками стоимость горячего завтрака, если это будет за счет средств родителей 25 рублей, и стоимость бесплатного горячего обеда стоимостью 60 рублей питаются дети пока что лишь 1275 детей. Мы немного забежали вперед. Хотелось бы пока понять, какие вообще организации, какое количество организаций задействовано именно в сфере школьного питания? Организатор питания ОАО Владикавказский комбинат питания организует питание на базе 41 учреждения. Это мы всего 43, общееобразовательные организации. Две школы мы не питаем, потому что не соответствуют санитарным нормам столовой. Там вообще нет горячего питания. Там нет горячего питания, в настоящее время отсутствует оно. Это какие школы? Это школы в СОШ-2, вечерняя школа, и школа номер 19, общееобразовательное учреждение. Я тогда спрошу вашу коллегу Светлану Владимировну. Хотелось бы, чтобы вы нам пояснили, разъяснили точнее работу системы школьного питания. Каким образом определяется порция, каким образом определяется меню, чтобы вы нам просто развернули это все? Ну, все школы, 41 школу питанием обеспечивает комбинат школьного питания. Наш учредитель, администрация местного самоуправления, это не частный бизнес, это большая достаточно компания. У нас больше 200 человек в штате. Сотрудники столовых и повара, и завпроизводством тоже являются нашими сотрудниками. Они готовят все на местах. Часть продукции мы привозим с комбината. В том числе, многим школам мы привозим выпечку. Я думаю, что родители подтвердят, что качество выпечки, по крайней мере, возросло. Мы стараемся, работаем в этом направлении. По поводу меню и порции, конечно, так же, как коллега Наталья Сергеевна озвучивала, это все рассчитывается исходя из норм на ребенка, которые установлены. Норма, она прежде всего отвечает за калорийность, ту энергию, которую ребенок должен в этот период времени получить. Это завтрак и обед. Но также для группы продленного дня обеды очень важны, разумеется. Норма высчитывается и по калорийности, и по содержанию белков, и жиров, и углеводов. Самое ценное, естественно, это белок для растущего организма. У начальных классов и старших классов нормы немного разные, потому что и потребность разная. За всем этим следят технологи у нас. Меню каждый раз рассчитывается. Мы стараемся его менять по вкусу и потребности детей. Конечно, это сложно сделать, потому что мы не можем всем их прихотям соответствовать. Меню обязательно каждый раз утверждается в Роспотребнадзоре. Там повторно проверяют, насколько все нормы выдержаны. И без одобрения Роспотребнадзора меню в школы не направляется. Каждая школа каждый день питается по одному и тому же самому меню. Они обязательно висят в столовых. В каждой школе есть ответственные по питанию, которые всегда могут прийти проверить, насколько соответствуют и по качеству, и по внешнему виду. Там также абсолютно, как в детском саду, ведется и брокеражный журнал, и откладывается дневная порция для того, чтобы можно было в случае чего проверить, посмотреть, как приготовлено. У нас выезжают наши ревизоры в школу, всегда проверяют, как храниться, как готовиться. Естественно, штат офиса, образно говоря, не очень большой, и охватить все школы одновременно нет возможности. Но мы делаем эти проверки регулярно по несколько школ в день. А если касаться, допустим, не тех продуктов, не той пищи, которая готовится именно, а вот каких-то того, что любят дети покупать, всякие сладости, печенье, сухарики, шоколадки. Это все тоже продается. Продается в школах. Буфетные продукты. Исключительно то, что проходят тоже нормы. То есть там нет, в буфете вы не найдете арахис, то, что нельзя детям. Не найдете сосательные карамельки типа чупа-чупсов, чипсов, газировки. Этого никогда не будет на территории школы. За этим тоже строго следим. И даже буфетная продукция вся сертифицирована. А что допустимо, чтобы мы понимали, что допустимо, что можно продавать в буфете? Шоколад, сок, вода. Это все в наличии риски печенья, вафельки. Естественно, с допустимой начинкой, без содержания каких-то, ну вот я же говорю, арахис, например, нельзя. Те обеды, которые вы предоставляете, они ведь не только для малышей, но и для средней и старшей школы, да? Правильно? То есть для малышей это как родители ежемесячно вносят определенную плату, и дети получают горячее питание. Правильно? Правильно. Ну вот смотрите, вы как раз говорили об отраслевом институте питания, который приезжал к нам. Там они проводили проверку, вместе с СУГУ проводили исследование. К сожалению, охват именно горячим питанием у нас в школах невероятно низкий. Начальная школа, если еще приходит в столовую завтракать, то старшие классы, ну, даже обедают достаточно редко. Младшая школа обедает, потому что продленка. А старшие классы в основном буфетные продукции питаются. Это выпечка, пицца. Ну вообще они имеют возможность приобрести полноценный обед? Да. Это хорошо. Конечно, имеют. Потому что это распространено среди школьников. Нездоровое, мягко говоря, нездоровое питание. Нездоровое. Тот же самый траслевой институт питания предложил нам ряд мер. К сожалению, это меры долгосрочные. Долгосрочная программа, в том числе пока и младшие детки подрастут уже с другими пищевыми привычками. Она рассчитана как раз на то, чтобы мы могли максимально переключить детей на более полезные приемы пищи. У нас достаточно обширная программа, которая включает в себя... Вот вы с предыдущей собеседницей затрагивали тему какого-то питания для аллергических детей. В том числе и эту часть обязательно мы обращаем на это внимание, конечно. А вообще вот по итогам той работы, о которой мы говорили с Институтом отраслевого питания, какие еще вы пересмотрели в своей работе моменты? В частности, вот я читала о том, что, возможно, стоит перераспределить там объем завтрака и обеда, усилить там завтрак, менее насыщенным сделать обед. Да, в рамках работы этой группы мы с Алиной ездили даже в командировку уже на более... На комбинат питания, который уже решил многие свои проблемы, и где организация в столовой, ну, просто на высшем уровне в том числе. И многие моменты, естественно, нам порекомендовали, и мы будем все следовать, все это пересматривать обязательно. Алина Владимировна, скажите, вот вы сказали, что стоимость составляет там около 85 рублей, да, получается, общая сумма завтрак и обед. Вообще эта сумма, она планирует, планируется ее как-то менять, корректировать в соответствии с изменениями в экономике? Вы знаете, создана рабочая группа, уже вы сказали о ней, по вопросам совершенствования питания. Поэтому эта рабочая группа будет решать перераспределение средств и перераспределение этих денежных средств и увеличение либо питательной ценности завтраков, планируется, и уменьшение питательной ценности горячих обедов. Но это решение будет принято, конечно же, рабочей группой. В эту рабочую группу у нас включены и НИИ отраслевого питания, вы уже озвучили этот момент. Дальше Министерство труда и социального развития, Министерство образования и науки, представитель РСУ Алания и различные ведомства. Вот планируем еще включить в состав этой рабочей группы депутатов собрания представителей. И уже по итогам решения данной группы, если мы придем к общему консенсусу, наверное, будет меняться меню и согласовываться данное меню с управлением Роспотребнадзора. Хотела в дополнение сказать, что да, мы получили рекомендации. Уже началась, и вот мы продолжаем. Мы получили некоторые рекомендации, конечно, по поводу завтрака, потому что у нас сейчас, получается, калорийность в любом случае не меняется, потому что она соответствует нормам. Но у нас сейчас большая часть калорийности идет за счет углеводов. Разумеется, это каши, которые дети не так любят. И для пропаганды в том числе больше привлечения детей рекомендуется сделать акцент больше на белки. Ну, это само собой разумеющийся фактор, что белки, мясо, молочные продукты, они дороже злаковых. И это предполагает небольшое перераспределение стоимости. То есть сумма комплекса в любом случае не изменится, не обсуждается. Спасибо большое. Мы прервемся на рекламу. Продолжаем эфир «Бумеранга». И сегодня мы говорим о школьном питании. Хотелось бы продолжить тему. Светлана, скажите, насколько оснащены школы, достаточные, в достаточном мере необходимым оборудованием, чтобы питание было полноценным и здоровым? Ну, в каждой школе практически стоит оборудование, которое соответствует всем нашим нормам, позволяет готовить продукты, вторые блюда, в том числе безжарки. Стоят параконвектоматы в большинстве школ. К сожалению, это еще не все школы. И это некоторая проблема. Но во многие школы мы поставляем вторые блюда с комбината, готовые. Они имеют возможность их разогреть. Поэтому контроль, конечно, осуществляется в этом смысле. Есть небольшая проблема с оборудованием самих столовых инвентарем, тарелками, вилками. Расход на самом деле — это дети очень большой. Бюджетные статьи не предполагают пока никакой компенсации. В том числе в рамках работы нашей группы мы этот вопрос тоже поднимаем и стараемся осветить максимально. Детям должно быть радостно идти в столовую. То, с чего они едят, тоже имеет значение. Алина Владимировна, хотелось бы вас спросить о контроле качества работы комбината. Каким образом он осуществляется? Непосредственно в плане питания. Владикавказский комбинат питания контролируется управлением Роспотребнадзором. Что касается нас, конечно, функции контроля, управления образованием отсутствует. Потому что мы не можем контролировать деятельность. Управление Роспотребнадзором контролирует деятельность, потому что это все вопросы, связанные с питанием детей. Но, тем не менее, образовательные организации самостоятельно проверяют наличие меню, согласованного с Роспотребнадзором. Далее, точно так же ведут, как Света уже сказала, бракиражные журналы. И выход готовой продукции. Поэтому все же контроль осуществляется. А бывают какие-то нерадостные факты отравлений? Вы знаете, нерадостных фактов отравления мы с ними не сталкивались, слава Богу. Поэтому не будем говорить о плохом. Ну, мы надеемся, что их и не будет. Но, мало ли что, если вдруг такое произойдет, то дальше это уже работа Роспотребнадзора? Это работа Роспотребнадзора. Точно так же, как и в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных учреждениях города тоже сохраняются суточные пробы. И эти суточные пробы проверяются на наличие инфекции у лаборатории Роспотребнадзора. Роспотребнадзор к нам вообще очень часто ходит в гости. Не обязательно должна быть какая-то проблема. Это бывают и плановые проверки. Мы всегда, они требуют от нас какие-то пробы продуктов. Мы всегда им передаем, они проверяют. То есть этот процесс регулярный, непрерываемый, неэкстремальный. Конечно, хотелось бы, чтобы и родители со своей стороны обращали внимание в школах. Ну, более того, вообще контроль за качеством продуктов в нашей стране достаточно сильно ужесточился. Вы знаете, это и большая программа Меркурий, в которой отражаются продукты животного происхождения. Что, на мой взгляд, очень помогло в качестве борьбы с контрафактами, особенно в молочной сфере. И ХАСП, все это наши специалисты проходят подготовку. Каждый раз к нововведениям. И я думаю, что мы в этом вопросе опережаем многих. А хотелось бы вот такой момент привести. В московские школьники, у них вот такая система, браслеты, да, они расплачиваются с помощью браслетов. И так родитель может контролировать и что есть ребенок, и в каких количествах. И вообще его, в принципе, присутствие в школе. Вот я понимаю, что мы достаточно далеки пока от этого. Но мы хотя бы движемся вот в каком-то таком направлении, чтобы контроль питания школьников был более прозрачным. Вы знаете, в соответствии с распоряжением АМС города Владикавказа от 8.06.2018 года номер 129. Это вот создана вот эта рабочая группа по вопросам совершенствования питания. И одной из основной задач является в нескольких учреждениях города Владикавказа ввести автоматизированную, попробовать ввести автоматизированную систему учета питания. Мы надеемся, что эта система, она только начала внедряться вот с сентября месяца, только мы начинаем внедрять эту систему. И если эта автоматизированная система учета покажет хорошие результаты, администрация города Владикавказа по решению наверняка рабочей группы по вопросам совершенствования питания будет внедрять ее уже во всех школах города Владикавказа. Пока что лишь она будет внедрена в четырех школах города. Это 42-я, 46-я, 22-я и 38-я. Это такой очень у нас важный проект. На самом деле он требует усилий и от комбината, и от родителей, и от школы, сотрудников школ, потому что они помогают, прежде всего, родителям к этому адаптироваться. Сейчас проходят тестовые в 22-й школе, нам очень помогают ответственные по питанию. Это сложно перенастроиться, особенно родителям. Но в этой системе нет ничего сложного. Любой родитель в личный кабинет ребенка может положить деньги, и по мере посещаемости эти деньги будут просто списываться со счета, как мобильный телефон. Даже браслеты не нужно. Это планируется когда-нибудь потом для буфетов. Немножко это сложнее и затратнее для комбината и для администрации. Поэтому этот этап отложен на более поздние периоды. Но так, да, мы тестируем сейчас. А вообще на ближайшее время какие перед собой ставите задачи именно в направлении улучшения качества, улучшения системы школьного питания? Что-то нуждается в усовершенствовании? В усовершенствовании школьного питания эти вопросы будут подниматься рабочей группой, как я уже сказала. Хотя работниками СУГУС, совместно с сотрудниками управления образования, совместно с сотрудниками комбината питания, Владикавказского комбината питания, был проведен мониторинг питания. В общеобразовательных организациях. И совместно с экспертами Института отраслевого питания было принято решение разработать и представить примерное меню для рабочей группе, представить примерное меню уже с учетом перераспределения калорийности, то, о чем мы ранее говорили. Спасибо большое. Будут перераспределяться стоимость завтраков и обедов, общая стоимость завтраков и обедов, она останется в размере 85 рублей, но в связи с тем, что мы перераспределяем калорийность за счет увеличения питательной ценности, наверняка мы будем увеличивать стоимость завтраков горячих. И компенсировать за счет стоимости обедов. Спасибо большое. Но общая стоимость питания горячего завтрака и горячего обеда остается в размере 85 рублей. Можно добавить немножко. То же самое исследование по СУГУ, которое нам делали. Помимо того, что низкий охват питанием, еще есть такой фактор, как поедаемость блюд. Естественно, мы хотим, чтобы горячее питание было не просто сбалансировано по нормам, это ребенку не важно. Ему важно, чтобы это было вкусно, эстетично, чтобы сейчас это было для него актуально. В том числе и в детских садах мы стараемся вводить те продукты, которые сейчас детям больше нравятся. И это немного сложно. У нас все перемены даются с трудом, но мы стараемся. Спасибо большое. Я надеюсь, что все у вас получится и будет двигаться в направлении плюсу. Хороша ложка к обеду, и мы надеемся, что детям не придется думать о хлебе насущном, а они смогут сконцентрироваться на учебе. В следующий понедельник мы поговорим о проверке качества продуктов питания, как не купить кота в мешке в отделе готовой кухни, и кто ответит за ваше здоровье в случае покупки некачественного продукта. Присылайте свои вопросы по телефону 994440, а также в соцсетях с хэштегом «Бумеранг и Рештон». Если вы столкнулись с проблемой социального характера, можете прислать нам свой видео-вопрос. Мы постараемся разобраться в проблеме и подробно осветить ее в эфире нашей программы. Ждем ваших обращений. Всего доброго. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова